Ассоциация «Укрэлектрокабель» объединяет основные заводы по производству камнепроводниковой продукции. В 2016 году электротехническая промышленность, это кабельная продукция, мы заняли седьмое место по росту экспорта в течение последних лет. И продолжаем, беря кредиты валютные, закупаем совершенно новую современную технологию для того, чтобы соответствовать всем мировым стандартам. Есть очень много законов, которые очень сильно мешают, даже где-то просто направлены на уничтожение предприятий. Наконец-то в декабре 7 числа мы увидели свет в конце тоннеля. Первые законы, которые нам дали возможность поверить, что это только начало. Продлили все-таки каникулы на 24 месяца при закупке новых технологий, нового оборудования, которое не производится у нас в стране. Технологии нужно менять, оборудование нужно завозить на сотни миллионов долларов. И в это время нужно платить сумасшедшие сотни миллионов долларов в виде налогов, в виде кредитования государства, в виде НДС при растамаживании оборудования, в виде таможенных пошлин. Слава Богу, 7 числа мы получили первый закон о том, что на 24 месяца есть уже отстрочка возврата, отстрочка оплаты НДС при растамаживании оборудования. Второй шаг, на который мы надеемся, это купой украинский. Нас пугает, что где-то что-то не соответствует нашим международным соглашениям, что это уводит нас от рыночных отношений. Не верьте никому, это неправда. Каждое государство защищает свой бизнес в рамках сот, защищает бизнес и вне рамках, нарушая все договоренности и выстраивая технические барьеры. Закон купой украинской платы украинцам как раз и соблюдает все наши соглашения. Это начало, чтобы поверил украинский бизнес, что государство все-таки не думает только о валютных кредитах и курсе нашей гривны, а реально думает о том, как все-таки выйти из этого положения, помочь малому и среднему бизнесу и также большим предприятиям. В этом законе оговоренные условия, по которым есть преимущества для украинских производителей, они совершенно минимальны. Но они направлены для того, чтобы деньги оставались в стране, чтобы рабочие места не уходили за рубеж, чтобы не кормили мы своих конкурентов, чтобы мы не кормили другие страны, чтобы мы наполняли свой бюджет. Купой украинские платы украинцам, это не значит, что мы отворачиваем от себя Запад. Это не значит, что мы теряем рыночные условия. Наоборот, мы предлагаем Западу не продавать нам готовый продукт, а инвестировать в страну, размещать здесь свои мощности и, будучи украинским производителем, получать эти льготы. Это начало. И так дальше, степ-бай-степ, мы будем давать условия для внутреннего и внешнего инвестора, защищая их интересы. Дорогие депутаты, все предприниматели нашей страны очень внимательно наблюдают за вашим законотворчеством, за вашими голосованиями. И мы будем делать вывод, кто за нашу страну, кто против нее, кто за развитие экономики Украины, кто против развития экономики Украины, кто за украинский бизнес, кто против него, кто за украинский народ, кто против него. Потому подумайте, а в принципе, я еще раз вас призываю, проголосуйте за этот закон. Субтитры создавал DimaTorzok